Да, и еще, мне кажется, новички, ну, некоторые нервничали, во всяком случае, вот Денис, по-моему, сам сказал, что он нервничает, и поэтому сложно. Еще начало было очень нервное, блиц, потом они вроде выбрались, потом супер блиц, то есть все время догонять это вообще сложно. Я думаю, что если бы немножко Волчок был поблагосклоннее к новой команде, они бы почувствовали вот на этом разгонном этапе сеть друг друга, может быть, по-другому все было, и тех ошибок они бы не допустили, но... Я бы хотела сказать, что это действительно Волчок, а не Александр Друзь, потому что я стояла еще ближе к стрелке и видела, что там действительно был супер блиц, но ни находка нет. У нас, если что не так, виноват Друзь, это же известно. Спасибо, ребята. Вот Никита Старун, который играет через неделю, и которому уже не нужно думать о решающем раунде. Да, это облегчение на самом деле. Облегчение. Да, спасибо, вот, но, конечно, это никак не умаляет расстройства от поражения команды. Очень грустно вышло, хотя ребята, правда, боролись, как и львы, ну вот, и аплодисменты после, собственно, конца игры тому доказательства, что мы это заметили, клуб это почувствовал, вот. Ребят, не получилось, очень жалко, но очень рассчитываем, что все-таки мы еще увидим команду эту в сезоне, ну или, в принципе, увидим их игру. Летом точно нет, а вот что касается осени, тут никто ничего не знает. Это правда. Вот ты обсуждал со своей командой, с командой Бориса Белозерова, самые сложные вопросы сегодня, какие, на твой взгляд, были? Ну, самый сложный вопрос, мне кажется, это про столбовую дворянку, вот, прям, прям очень сложный. Очень сложный и очень красивый этот вопрос про актеров дубляжа, и мне прям было дико грустно, что вот не придумали мы, стоя в зале, эту версию, потому что, ну, это прям великолепно, вот, на чтение уже придумали переводчика, но немножко не докрутили, вот. А так, вопросы были сложные, какие-то были сложные, какие-то были вполне себе берущиеся. В принципе, пакет был достаточно сбалансированный, и вообще вопросы очень понравились, которые сегодня были, вот. Ну, немножко не удалось здесь, да. Даша, что ты скажешь о дебюте Лизы? Я очень сильно расстроена результатом, я даже не помню, когда меня так сильно расстраивал проигрыш какой-то другой команды, Ну, я искренне восхищаюсь Лизой, я считаю, что она просто невероятно сильный человек, и сегодняшняя игра, и то, как Лиза держала удар, меня заставляет, если честно, еще только больше Лизой восхищаться. Это правда. Вот, ребята, конечно, сильные, мне кажется, сегодня ребята, которые играли первый раз, себя хорошо проявили, вот. Вопросы были сложные и красивые. Спасибо, спасибо, ребята. Денис Голиакберов. Здрасте. Здрасте. Я не Денис Голиакберов, но здравствуйте, да. Я не могу, Денис, придется подождать, тут сам пришел. Владимир. Да. Ты играл с Лизой, не буду считать, сколько игр. Много играл. Переживал, да, наверное, сегодняшний? Конечно, да, болел искренне. Ну... Как тебя чувствуешь? Неплохо пока. Скоро узнаем, как говорится, господин ведущий, да. Так, ну что можешь сказать? У тебя не было капитанских амбиций никогда? Нет, я считаю, что есть люди, которые созданы для того, чтобы быть капитанами, а есть... И у Козлова уютно, да. Да, да, да. Меня мой капитан вполне устраивает, поэтому... Еще бы, да. Что, да, ты любишь, не любишь, ты умеешь анализировать. Расскажи про ошибки Елизаветы Абдеенко. Ну, их ровно две было, и мы их все видели. Про Пушкина, ну, понятно, там можно ответить, не можно ответить, это такое. А часы и почерк, ну, как бы вот. И зеркальный счет был бы, да, 6-4. Польза знатоков. Ну, на ошибках участие, я надеюсь, что мы еще увидим Лизу как капитана и как хорошего капитана. Мы слышали от ведущего сегодня, что команда Козлова сыграет в весенней серии. Да, ходят такие слухи, да, ходят, да, да. Так что, ну, скоро увидимся. Ну, надеюсь, да, да. Будем читать пока Пушкина, да. А также я хотел бы еще вам напомнить, Евгений, что по средам... Знаете, как вставить ударение в этом слове. Ну, слушайте, у меня лучшие учителя, в конце концов, да. Поэтому, да, хочу напомнить, что, да, на что, где, когда, РФ, и мы, и наука, и наука, и мы, да, мы проводим по скриптам, и так что присоединяйтесь, говорят, у нас интересно. Про науку передачи. Да, да, про нас и про науку. И про науку и вы, да? Ну, мы, вот, вот. Мы и наука, наука и мы. Меня тоже берете, ну, хорошо. Да, да, буду рад вас видеть. Спасибо, Володя. Где наш Денис Великий? Вот. И Николай. Здрасте. Расскажите, пожалуйста, про помощь клуба, про молоток. Вот, кстати, можете постучать. Вот, возьмите, пожалуйста. Ты отвечай, я по... Да, хорошо. Мы просто... Скажите, как стучит. Еще до игры договорились, что если будет вопрос про что-то похожее на молоток аукциониста, мы обязательно сделаем это вместе. Очень реалистичная история от Дениса. Читали Гоголя, правда? Гоголя читал, но другие произведения. Я не знаю, что это за произведение, нам не сказали. Да, кстати. Вы это придумали? Да, мы... Ну, я про Дениса. Вы умные? Нет, это абсолютно не исключается. Ну, я про Дениса не знаю, да, мы, честно, с командой обсудили, и у меня возникла эта версия, а команда очень убедила, что это можно предлагать как помощь, потому что при нынешних правилах всегда страшно говорить помощь, а вдруг неправильно. Это правда. Вот. С таким уверенным видом. Вот как раз с неуверенным. Денис уверенным, я видел. Я всегда уверенный вид. Я был уверен в том, что говорю, потому что помощь уже вот этот вот товарищ крикнул, и то есть, в принципе, не ты подставил команду, если что. Все так, это приятно действительно, когда кто-то говорит помощь, и уже можно что угодно предлагать. Денис, а как ты относишься вот к этой статистике, что до Лагутина вообще Денисов никаких не было в нашем клубе, а потом Потехин, Голиакберов, Казанского сюда можно причислить? Нет, ну вообще, конечно, действительно, когда взяли в клуб Дениса Лагутина, это как бы стало такой ролевой моделью. То есть, понятно стало, что Денисов в России не притесняют, и можно стараться. Ты к нам пришел. Прекрасно. Я не Денис. Пока. Коля, покритикуй, пожалуйста, игру Капитана Авдеенко. Женя, если помнишь, мы до игры с тобой говорили. Мне кажется, очень сложно по одной игре вообще что-то судить о самом феномене, как Капитан Авдеенко. И если бы они сегодня выиграли, мне кажется, этого не надо было бы делать. И при сложившихся обстоятельствах не стоит. По конкретным вопросам, ну, мы все видели. Ну, да, и Лиза сама сейчас прекрасно понимает, на каких, наверное, можно было бы сыграть лучше. Но уж совершенно точно ни о чем системном тут говорить не надо, как не надо было бы и при другом раскладе. Спасибо. Верните молоток моим помощникам. Так, ребят, подходите. Настя, не плачь, все хорошо. Ну, то есть не хорошо, но не все. Привет. Привет. Ну, как ты? Давно не виделись. Давно не виделись, да. Скажи, с кем интереснее, с Равшаном Аскировым, как Капитаном, или с Елизаветой? Это такой любопытный вопрос. Ну, сейчас мне интереснее с Елизаветой. А Равшана уже не скучаешь. Ну, как? Что ты вот просишь при текущей команде признаваться в том, что я скучаю по высшей команде? О чем вообще? Расскажи, ну... Не, не скучаю. У меня есть очень классная новая команда, и я рада, что часть моей старой команды до сих пор играет, и я их вижу в зале, поэтому я по ним не скучаю, я рада их видеть. Ты ответила сегодня на вопрос ведущего, что эта команда не разовая акция. Вот скажи, вы... Ну, как давно вместе вы? Вы же собрались не так давно. Мы собрались очень недавно, и мы почти не... Ну, из-за ковида и прочих вещей мы почти не играли живьем. Это, я думаю, сильно наложило отпечаток на общую игру, потому что сложно чувствовать людей, когда играешь только в зуме. Вот. Но я уверена, что мы будем тренироваться, и я надеюсь, что нам игровой бог даст еще шанс проявить себя. Бахус или другой бог? Ну, как повезет. Кому как. Настя, ты как-то сегодня, мне кажется, или потерялась на фоне господина Новоселова, который, как всегда, был очень активен, что сегодня, по-моему, не твой день. Нет, сегодня не мой день, однозначно, да. Я как бы не отрицаю, это так и есть. Совсем не мой день. Ну, то ли еще будет. Познакомимся с Денисом Элькисом. Денис, пожалуйста, расскажи, да, добрый вечер, расскажи о себе, как ты дошел до такой жизни, дошел в элитарный клуб, что, где, когда. Я думаю, что мне просто очень повезло, что Лиза меня позвала в команду, и, ну, мы с ней хорошие друзья. Я очень рад, что я попал в эту команду, и мне команда очень нравится. И я думаю, что все еще будет хорошо у нас. Просто первая игра, конечно, тяжело, и, действительно, мы мало играли вместе. Это чувствовалось сегодня. Ну, надо потренироваться еще. Конечно, у тебя сегодня, может быть, не получилось, но у тебя есть один козырь. Ты Денис. Да. Я уже понял, что это козырь оказывается. Я тоже смотрюсь, он Денис, в принципе, все наши козыри сегодня. Так и есть. Денис, например, Логутин, он ведь тоже не сразу выстрелил, да, пять лет нужно было ему. Для того, чтобы стать обладателем бриллиантовой совы. Это хорошо, что это так, это хорошо, что это так. Через пять лет ты должен быть. Не меньше, да. Миш, ну, ты как вообще, нормально себя чувствуешь? Ну, в смысле, я играл как мешок, но, да, я чувствую себя нормально, я жив. Жив, да, мешок. Я тот же вопрос, да. Я не знаю, насколько у нас уровень цензуры, поэтому я просто пока промолчу. Но, да, суть такова. Но чувствую себя более-менее нормально, хотя я, честно говоря, задолбался проигрывать. Это создаёт мысли, когда ты в трёх разных командах играешь, три раза проигрываешь. Возможно, в консерватории что-то не так, где-то ещё, но я постараюсь с ними бороться. Но сегодня, да. Да, я играл фигово, и да, возможно, надо было делать лучше, как, не знаю. У меня есть тайна. Перед игрой я встретил ведущего. Этого делать нельзя. Я это сделал в первый раз. Но, короче говоря, история такая, что у нас перенесли эфир. Я позвал звать, по-моему, Мишу и Вадима. Да, перенесли эфир. Он был на 22.07, специально на 22.05. Я пошёл звать Мишу и Вадима из подвала. И тут, конечно, встретил ведущего. Ну всё, после этого как бы гэгэ. Такие дела. Ребят, подходите к нам, Лиза. Только телезрители просят спеть Мишу, конечно, песню про зелёные. Селёные рукава, да. Сейчас, мне нужны слова, я вам спою. Давайте секундочку. То есть я не помню её наизусть, конечно. Пока ищи слова. Первая строчка, по-моему, I lost my friend, you do me wrong. Что-то там, me so discourteously. Там миллион куплетов. Она приписывается Генриху Восьмому, но вообще она народная. Это очень известная песня. Вы все знаете её мелодию, я гарантирую. Green sleeves, собственно, по-английски. Мелодия известная, спасибо. Лиза. Ну, ты уже... Давайте, распинайте меня дальше. Да, 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 с удовольствием. Скажи, пожалуйста, ты бы хотела выиграть с крупным счётом, да, не удалось. Нужно расти над собой, сказала ты. Как ты считаешь, спустя час после начала игры, что в тебе изменилось? Пока рано говорить. Мне нужно немножко подумать, немножко разобраться с тем, что именно произошло, и какие именно решения я неправильно принимала, и почему. Но что-то, наверное, да, уже изменилось. Какие-то вещи я уже поняла. Но мне нужно чуть больше, конечно, времени для того, чтобы обмозговать, кто что, кого я слушала, кого не слушала и почему. Сегодня Вадим, привет, Вадим, выстрелил и поздравляю тебя с первой наградой в нашем клубе «Хрустальный атом». Спасибо большое, я старался, очень старался не подвести. Лиза, мне как-то шепнуло, что ты вообще за пояс заткнёшь и меня со своей статистикой, и вообще... Вадим очень любитель и знаток ретро-игр. Он прямо наизусть цитирует избранные фрагменты, вопросы, ответы, смешные моменты. Прямо вот можете задать ему какой-нибудь вопрос в комментарии, я почти уверена, что Вадим справится. То есть у него это тот случай, когда любовь к игре количество переросло в качество, ну или там наоборот, не знаю. Вот, всё. Ну, Евгения, конечно, за пояс не заткну, потому что я знаю, что Евгений в этом смысле непобедимый. Вот, но надеюсь в какой-то интересной дискуссии поучаствовать, да, ответить на вопросы и действительно предметно пообщаться с удовольствием. Обязательно. Очень большие молодцы, это твои слова во время игры. Ну, в принципе, кроме результата, всё так и есть. Два вопроса ты взял, 36,6 и Рембрандт. Ну, Рембрандт, это очень трудный вопрос, действительно. Как пришла эта мысль? Ну, сразу была идея о том, что есть некая картина, да, нам раздали иллюстрацию с мужчинами, которые держат ружья. Да, сразу возникла мысль о том, что это некая картина, на которой есть персонажи с оружием, поэтому я сразу предложил охотников на привале. Да, там тоже три-три-трое человек лежат, столько же, сколько было людей на иллюстрации, у них тоже есть ружья. Вот, но потом, по мере обсуждения, пришла мысль о том, что всё-таки, да, они вооружены по-военному и больше похожи на иностранцев, поэтому стоит поискать в иностранной живописи, да, и каких-то военных людей. Вот первое, что пришло в голову, это ночной дозор. Ну, есть ещё групповой портрет фламандских стрелков, но это, наверное, не столь важно. Понятно, что... Есть ещё расстрел повстанцев ГОИ, но это ещё менее известно, наверное. У тебя команда разбирается в живописи, Лиза. Это редкость для нашего клуба. Не стоит делать из этого выводов никаких. Михаил Савченко, вы, уважаемые телезрители, можете помнить его по программе «Брейн Ринг». Сейчас нам покажут господина Козлова. Да, вот, смотрите, это господин Козлов. Просто напомнить, что такое «Брейн Ринг».